Оплатить услуги теплоснабжения и передать показания приборов учета, не выходя из дома. На официальном сайте Треста Теплофикация начала работать личный кабинет потребителя. Через него каждый магнитогорец сможет оплатить горячую воду и отопление без какой-либо комиссии. Новый сервис презентовал директор предприятия Вадим Агафонов. В личный кабинет потребителя можно зайти через официальный сайт Треста Теплофикация. Далее нужно выбрать каталог услуг и ввод показаний. Таким образом, горожанин сможет оплатить услуги теплоснабжения или передать показания приборов учета. При этом регистрироваться на сайте не обязательно. Вадим Агафонов отметил, что помимо собственного лицевого счета, жители могут добавить и другие лицевые счета. Это будет удобно, к примеру, если магнитогорцы оплачивают коммунальные услуги за своих родителей. Вводится номер карты, код, пароль, подтверждаете и оплата. Она автоматически, естественно, улетает. Повторю, здесь никакой комиссии оплата любыми банковскими картами. Как вы в магазинах платите, везде сумма, которая есть в начислении, с потребителя ничего не берется. Если потребитель зарегистрировался в личном кабинете, он может посмотреть PDF-версию квитанции Треста Теплофикация прямо на сайте. Постепенно функционал личного кабинета будет расширяться. Из следующих идей, которые мы озадачили разработчики, чтобы они здесь сделали обязательно галочку, кто не хочет получать квитанцию на руки, это и нам выгодно. И люди, получая здесь, грубо говоря, то же самое. Людям не надо их собирать, у кого-то они в ящиках валяются, у кого-то теряются. Также Вадим Агафонов рассказал о собираемости платежей. Так, квитанции за август горожане получили 20 сентября, на полмесяца позже. По факту, на сбор было около 10 дней. По словам руководителя предприятия, они ожидали худшего результата. Но в итоге, по сравнению с прошлым годом, недобрали около 15 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020-м за август собрали 109 миллионов рублей, а в этом 95 миллионов. Это неплохой результат, подытожил Агафонов. Что касается квитанций за сентябрь, то их начали разносить уже с 5 октября. Так что в ближайшее время платежки получат все потребители услуг треста теплофикации. Павел Берсенев, Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.